На одной волне с городом. Радио. Балком. Каждую среду в полдень на Радио Балком. Да, афиша у нас всегда начинается со среды. Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки. Выбывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Это не возможно. Приглашенные в студию музыканты. Какую программу подготовили для наших английских слушателей? Секреты профессии. Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой. Вот это за кулис, то, что там происходит. Боже мой. Все это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на Радио Балком. Ходите на концерты классической музыки. Добрый день, дорогие друзья. В этот предпраздничный день приветствую вас. Сегодня прекрасный день в Риге. И у нас очень интересный и яркий собеседник. Российская известная пианистка, луреат Международной премии «Триумф». Ярчайшая концертная пианистка Полина Осетинская. Здравствуйте, Полина. Здравствуйте, дорогие радио. Благодарю вас, что нашли время в своем безумном режиме. Потому что помимо того, что вы очень много играете, сейчас у вас еще идут спектакли, где вы выступаете в роли актрисы. И вы нашли время в эти суматошные дни предпраздничные пообщаться с нами, пообщаться с рижскими слушателями. И, дорогие друзья, вопросы Полине Осетинской и свои поздравления можно направлять по нашему телефону 672-12-939. Полина, выступали ли вы в Риге? Бывали вы ли у нас? Да. Я думаю, что многие, может быть, этого уже и не помнят, и не знают. Но люди, может быть, в моем возрасте, и те, кто постарше, может быть, помнят, что на самом деле мой дебют с оркестром состоялся в Риге. Мне было 8 лет, и мы исполнили с литовским тендерным оркестром Саулисом Сандецкисом, с дирижером замечательным моим любимым. Тогда концерт Ре-минор Баффа. Это было, по-моему, с древненом, членное, в какой-то такой очень красивой рижской площадке. И замечательный педагог и деятель музыкальной культуры Латвии когда нас курировал Рене Саллокс такой. И как-то мы очень много общались и дружили. И я часто приезжала в Риге в детстве с кастролями и с концертами. Но, к сожалению, после того, как Советский Союз у нас распался, начались такие расслоения, я бы сказала, геополитические, украинческие и так далее. Вот я очень редко бывала в Риге с тех пор. Последний раз я приезжала лет, наверное, 5 назад по приглашению Николая Солодникова, который организовал свой концерт в Большой гильдии, в здании Большой гильдии. И это была такая приятная встреча с Рижским. Но последняя. Немного плоховато слышно. Может быть, вы телефон чуть-чуть поближе... Да, да, хорошо. Да, чтобы было получше слышно. Дело в том, что Полина Осетинская – это тот пример, когда из Вундеркинда вырастает известный, известный исполнитель. Очень часто дети Вундеркинда не могут затем перерасти вот этот творческий кризис и теряются уже во взрослой жизни. И Полина – один из ярчайших примеров, когда дебюты состоялись в 6-летнем возрасте, и затем, несмотря на те кризисы, которые были в 13-14 лет, несмотря на жизненные перипетии, удалось через них пройти и стать еще более яркой звездой. Полина, вы помните эти вот 13-14 лет, когда у вас действительно вот этот был кризис, связанный и с переездом, с воссоединением другой части семьи, когда вы жили сначала с отцом, а потом с мамой? Вы помните эти 13-14 лет? Насколько вам было трудно? И были ли потом подобные кризисы уже во взрослой жизни? Да, вы знаете, конечно, я это помню, как это можно забыть. Дело в том, что этот возраст, он вообще, мне кажется, для любого человека самый сложный, не только для человека, который проходит какой-то путь трансформации. Вообще вот этот подростковый возраст, это испытание, скажем так. И для меня он тоже был достаточно серьезным испытанием, но, к счастью, рядом со мной был мой педагог, Мария Мьяновна, которая помогла мне его преодолеть, помогла мне его пройти, выжить в этот сложный момент. И спасибо ей огромное за это. Вообще, я вспоминаю, это довольно мучительное время в своей жизни. Хорошо, что оно прошло. Это действительно хорошо. Сейчас предновогодние праздники, ощущение Рождества. Сохранилось ли у вас вот это детское ощущение праздника? Или наоборот, хотя у вас сейчас дети, создаете ли вы этот праздник? Ну, конечно, да. Я стараюсь изо всех сил, ведь наша задача, даже если мы вдруг не чувствуем по каким-то причинам праздничное настроение, наша задача сделать так, чтобы наши дети этого не поняли, не узнали, и чтобы им ничего не помешало, да, все равно верить в чудеса и радоваться. Поэтому, да, стараюсь, создаю, как могу. Вот, вот, и сама я не очень выхожу вам в образничное настроение, потому что очень большое количество потерь человеческих в этом году, и они, к сожалению, не заданчиваются, они продолжают выходить люди, в том числе и от ковида, из-за которого вся наша жизнь в этом году была переформатирована, и это ужасно, потому что люди, которые могли бы жить еще много-много лет и приносить огромную пользу человеческим, уходят, и этим ничего не поделаешь. Ну, вот такую трагическую ноту внес 2020 год не только в культурную часть нашего общества, но и во всеобщую. А вот, несмотря на то, что большая часть года была закрыта для концертных музыкантов, все же, какие у вас состоялись самые яркие события в этом году? Ведь недавно как раз у вас был спектакль Дягилев, где вы, помимо того, что, я так понимаю, играли свою роль фианистки, также и выступали как актрисы. Расскажите о самых ярких событиях 2020 года именно в вашем творчестве. Да, конечно, давайте расскажу. Вообще год начинался очень хорошо. Год начинался совершенно полный прекрасных рабочих планов. Сразу после новогодних праздников в прошлом году я отправилась на гастроли по России. Я была в нескольких городах. Там был Владимир, Курск, Пермь, Екатеринбург. Сейчас точно не помню. Но такое было большое январское торнение по России. Потом было дошло в Израиль. В начале февраля я отправилась в Соединенные Штаты Америки, где 11 февраля состоялся мой дивизий в Карнеги Холм в Стерне Аудиториум в совместном концерте со стряпачем Максимом Бенгеровым. Это было очень вдохновляюще. Следом за этим у меня было турне по Америке с оркестром. С оркестром «Газ в России» с Папеллой Валерия Полянского. Где я исполняла два концерта с оркестром Шумана и Григо. И, в общем, было огромное... Вернувшись, я продолжала колесить по России стольные программы «Элеганса». Были в Москве, в Петербурге, ресситали. И вдруг, вот буквально перед моим выездом на дебютный концерт «Эльпская флормония» в Гамбурге, уже закрыли границы, отменили концертную жизнь. И, собственно говоря, вот я сейчас с вами говорю, у меня такое ощущение, что вот как-то смарт в жизни, пожалуй, что и не было. Но как-то так все прилетело немножко, как во сне, да, чуть-чуть. И поэтому хочется спасти, хотела спасти какие-то остатки концертной жизни. Немножко что-то у меня возобновилось. Летом случилось несколько выступлений, и, конечно, осенью, пока опять все не закрыли. Вот сентябрь, октябрь, ноябрь у меня были вполне рабочие, хотя большая часть всего отменилась. И вот в декабре, как бы, опять мы вернулись, в принципе, вот в тот рабочий режим, хотя это все с огромными оргами, с огромными обручениями, в том числе по публике. Вот состоялось два очень интересных проекта, на мой взгляд, которые меня пригласили участвовать. Один это спектакль, музыкальный спектакль, в котором играют главные роли Светлана Николаевна Крючкова, выдающаяся русская актриса, и Сергей Барковский, замечательный русский актер. А также я, как пианист, оркестр, был надежной камерной Санкт-Петербургской филармонии, дирижер Ярослав Субайяркин, был спектакль режиссера Марины Синь «Я – жена гения», который основан на дневниках Софьи Андреевны Толстой. И вот диалог Софьи Андреевны и Ильба Николаевича был подкреплен нашим музыкальным материалом, который отчасти можно было чуть-чуть обыгрывать, как то, что создавали обрамление для них. Это замечательный получился, на мой взгляд, проект, хотя там всегда есть что-то работать, и есть что-то делать. Очень хочется, чтобы он жил дольше одного раза, потому что очень жалко, какие проекты собирать на одни выступления. Это, конечно, очень было бы хорошая и долгая жизнь. И второй спектакль – это спектакль, который мне предложил делать фестиваль «Дягилев ПиЭс», «Дягилев по скрипку». Это очень известный петербургский театральный фестиваль, который привозит совершенно невероятных артистов в Петербург. И танец, и театр, и музыка. Просто директор театрального музея Наталья Ивановна Метелевна, она совершенно такой пассионарий настоящий. Вот, собственно, как «Дягилев», вот так же, я набрала вам, очень многие проекты реализуют. Особенно сейчас в пандемию была феерическая выставка, сделанная и представлена в Шеремице-классе в кругу «Дягилевым». И по мотивам этой выставки был придуман спектакль, в котором героями были бы Сергей Дягилев и его подруга «Миссисе», фианистка, еще известная под фамилией «Гадепска». Была подругой, ее писали «Ренуар», «Лусь Матрек», она дружила с «Шанель», с «Коктос», с «Стравинским», с «Пикассо». И она была большим очень спонсором русских сезонов у подруги «Дягилева». Да, только там все в порядке. Вот, и, разумеется, это требовало какого-то материала. И этот материал был написан режиссером Романом Габрия, лауреат премии «Золотая маска» и главный режиссер театра «Мастерская» в первой степени. Он написал пьесу и поставил пока не в личном варианте вот этот камерный спектакль на двоих, где «Дягилева» играет Михаил Николаев, очень известный петербургский артист, лауреат премии «Золотой софит». А я играю и на рояле, и как актриса. У меня и в аналоге, диалоге, какие-то разнообразные визанные сцены. В общем, это все страшно интересно. Так что, если резюмировать этот год, то вот в начале года у меня получился дебют в «Карнеги Холл», «Большое турне России», «Америка», «Израиль». А в конце года состоялся мой актерский дебют и премьера двух, на мой взгляд, очень достойных спектаклей. Можно ли сказать, что ваш дебют в роли актрисы также соприкасается с вашим и литературным творчеством? И ваша книга «Прощай, счастье», «Прощай, грусть», как раз там было наоборот, я читала интервью, что «Здравствуй, счастье», «Прощай, грусть» – это книга о вашем детстве. И вот это вот соприкосновение разных сфер искусства. И планируете ли вы продолжать это вот литературное творчество наряду с исполнительским фортепианом? Я достаточно регулярно пишу и исполняю какие-то экзерсисы в виде колонок, статей. Конечно, если я найду время и какую-то самодисциплину, наверное, имело бы смысл написать продолжение первой книги, потому что там прошло достаточно много времени, и, возможно, это было бы не без интереса, по крайней мере, я получаю такие запросы от читателей. Но я бы, конечно, не называла это творчеством. Это так просто структурирование каких-то мыслей в определенную форму, которая обладается на бумаге. Вот в этом году, в принципе, для этого была возможность, но у меня дети, которые засели дома на дистанционном обучении и резко потеряли всяческую мотивацию, поэтому мне пришлось, к сожалению, отодвинуть все свои творческие планы и любые рабочие, и стать каким-то таким семейным стержнем, на котором можно было все это нервы, неразберихую суматошу, связанную с дистанционным образованием, как-то выдерживать, куда-то двигаться. Как раз и хотела спросить, а в обычной жизни как вам удавалось совмещать такой насыщенный концертный график с воспитанием детей? Ну, это всегда очень сложно совмещать, скажу вам честно. Но все-таки, когда дети как минимум половину дня находятся в коллективе, у них есть занятость, у них есть кружки, у них есть музыкальная школа, рисование, спорт, да, как-то жизнь, она гораздо больше структурирована, чем вот в тот момент, когда мы все оказались запертые, и формально нам оказалось нечего делать. Хотя на самом деле оказалось, что делать очень много-много надо. Вот. Ну, сложно, но, конечно, карантин в этом смысле подкосил какие-то мои представления возможностях как матери, потому что все мы немножко чуть-чуть выгорели, и все мы чуть-чуть как-то нашли себя в этой новой реальности. Не самым радужным бы смеяться самих себя, скажем так, в этом качестве. Ваша жизнь сосредоточена на двух городах, Санкт-Петербург и Москва, и фактически с самого раннего детства. Вы учились и в ЦМШ в Центральной музыкальной школе в Москве, затем в спецшколе при консерватории в Санкт-Петербурге, потом опять в Московской консерватории и в Санкт-Петербургской консерватории, охватили два города. И сейчас Ваше творчество, Ваша исполнительская деятельность также сосредоточена именно в этих двух городах. Какой все-таки вам город ближе? Можно сказать, или оба родных? Или где ваш дом? Ну, мой дом в Москве, потому что я провожу здесь большую часть времени. Дети здесь ходят в школу, и, соответственно, я рассматриваю это как основное место в свое обитание. Но, конечно, моя душа принадлежит Петербургу. И каждый раз приезжая в Петербург, я рыдаю, кусаю локти и думаю, как бы задержаться еще на денек. Продолжение вот видите, это правда. Будьте здоровы. Спасибо. Вот. Конечно, хочется иметь две жизни, одну из них прожить спокойно в Петербурге, другую неспокойно в Москве. Ну, посмотрим, как будет дальше складываться судьба. Вашим коллегой по сцене очень часто как раз является Максим Бенгеров. как раз вы сказали, что в Карнаги Холл вместе с ним выступали. И вспоминается ваш онлайн-концерт на его Транссибирском фестивале, который проходил в этом году онлайн. Это один из... Простите, вы немножко спутали. Максим Бенгеров, мой товар, а Транссибирский фестиваль это фестиваль совершенно другого скрипача Вадима Репина. Ух, точно, простите, простите, но расскажите еще о втором скрипаче. Расскажите о Вадиме Репине, о вашем участии в онлайн-концерте, которые имели место быть во время карантина. Да. Это был последний концерт перед полным закрытием. И для меня этот концерт был очень... как потом показал этот год очень важным, потому что это был последний совместный концерт, который я играла с величинистом Александром Бузловым, которого не стало в этом году по поздней осенью. И Саша был очень молод. Всего 37 лет. Это уникальный потрясающий величинист, которого знал весь мир. И мы играли тройной концерт Беховина. И когда-то с Сашей, когда он еще был совсем юным и только начинал, мы когда-то с ним играли тот же самый тройной Беховина. Это была наша первая совместная вестокрынке и потом последняя. И вот как-то так закальчевала судьба. Конечно, у нас какой-то там свой умысел на этом все, что вот именно с Сашей мы сыграли тогда первый онлайн и последний наш совместный концерт благодаря приглашению Вадима Рейпина, который спасал, конечно, свой фестиваль Транссибирский музыкальный фестиваль, спасал его остатки как мог. Следите ли вы за культурной жизнью России? Можете ли назвать какие-то еще яркие события, которые прошли в этот сложный год двадцатый? Наверное, событий было очень много, но я как-то, каждый человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, концентрировалась в большей части на своих планов. Поэтому у меня, например, была премьера концерта современного на юбилее Александра Журдина, композитора, большой протопианный концерт, который мы играли с оркестром Капеллы Полянского и дирижером Филиппом Чижевским. Был замечательный проект, в котором я играю с своим постоянным партнером, другим коллегой Юлианом Милкисом, замечательным ферметистом. Мы с ним тоже очень много планов, к сожалению, из наших совместных концертов полетели в Тар-Тарары, но все-таки один план мы осуществили. На фестивале музыка Аль-Денте в Соборной палате мы открыли этот фестиваль в начале октября и играли в Москве миниатюры Гии Кончелли, которые мы очень любим с Юлианом играть, их очень любит публика, и мы давно мечтали записать это. И вот после московского концерта нам это удалось. Мы записали все эти миниатюры, и я надеюсь, что скоро запись увидится в свет, выпустит. Вот. Так что этот план, например, вот все произошло. Если посмотреть вашу дискографию, то наряду с известными именами, как Рахманинов, Прокофьев, Шостакович, также есть диск, посвященный творчеству Иоганна Гумеля и Джона Фильда. Почему вы решили исполнить их произведение, и, вернее, не исполнить, а именно записать? Вы знаете, Елена, довольно часто в жизни музыкантов случаются заказы и предложения. Когда выздавался этот гид, мне поступил заказ и предложение исполнить эти концерты, потому что человек, который организовывал запись, такой западный промоутер, он интересовался именно этими авторами. И ему казалось, что это будет востребовано. И он сказал, что исполнение этих концертов Джона Фильда не помогло. У меня это композиторы традиционно считающимися композиторами второго ряда, не самыми знаменитыми, не самыми известными, не самыми лучшими. Вместе с тем мы понимаем, что Фильд был учителем Шопена и преподавал в России. Преподавал был знаменитым педагогом, обласканным вором. А не помог был тоже очень плодовитым композитором и проторой мил огненное количество концертов и очень неплохой музыкой. Так что в общем это какие-то такие забытые сокровища, которые всегда полезно открывать для себя и для слушателей. Мне кажется, что это такая была довольно милая и симпатичная запись, но она от меня очень далеко уже, потому что это было наверное лет 20 назад. Алло, Алло. Да, да, вас слышно. Иногда бывает, что проделки связи портят наш эфир, но тем не менее... Нет, это не проделки связи, это мне все время кто-то звонит. Я, к сожалению, не могу поставить ави-режим, потому что наше сообщение тогда тоже прервется. Ну вот, что касается также вашей записи и исполнения, вы очень часто и записываете, и играете произведения современных авторов. и не все пианисты похвастаются этим. У вас... Почему вы исполняете и почему вам так нравится исполнять произведения современных композиторов того же Десятникова и Журбина, как вы сказали, и других авторов? Почему мне нравится? Ну, не знаю, что ответить на этот вопрос. Наверное, потому что я люблю их музыку. Вот, своего друга, ныне давно покойного, Владислава Александровича Успенского. Это были мои... Был мой близкий друг наряду со своей женой, выдающимся режиссером Кстерлургского телевидения и оперным режиссером Ирины Таймановой. Это моя ближайшая семья в Петербурге, мои друзей. И в свое время Владислав Александрович очень много для меня сделал. И потом он посвятил мне и Алексею Гриболе концерт, который назывался «Дитерант любви». В 97-м году мы его и помнили. Это был, пожалуй, один из первых концертов, который мне если не считать детский период, когда композитор Ольхимович мне что-то посвящал, что-то еще. И вот во взрослом состоянии это был первый концерт, который мне был посвящен и написан специально для нас Алексеем Гриболем. И когда существует такая традиция, когда тебе и посвящают, и специально для тебя пишут, это какая-то очень приятная традиция, она радует, и начинаешь автоматически существовать в этом поле, где что-то создается специально для тебя. и тогда у тебя уже гораздо больше связей и понимания зачем играть современную музыку, потому что ты являешься для многих, например, ее проводником. Из тех, кто любит в твоем исполнении, например, условно говоря, слушать Баха, Шопена и Рахманинова, мы понимаем, что в твоем исполнении, наверное, люди послушают и современных авторов, и это им будет интересно. Когда вас приглашают концертные организации, они выставляют свои пожелания по программам, или же вы можете самостоятельно выбирать то, что вы хотели бы исполнить? Это всегда процесс двухсторонний, всегда процесс двухсторонний, да, потому что, к сожалению, у концертных организаций есть свои какие-то представления о прекрасном, вот, им нужно продавать зал, и, как правило, продажа зала напрямую связана с репертуаром понимания концертных организаций, особенно тех, которые не уделяют достаточного внимания рекламе, образованию своей теории, какой-то обратной связи, и вообще не используют какую-то современную технологию, обучение зрителей каким-то новым трендом согласиться музыки, вот, таким вот образом, это всегда какой-то компромисс, да, это то, что хочешь собрать ты, и все требования, которые предъявляет зал исполняемый программ. В Ютубе очень много ваших записей, вы могли бы посоветовать пару-тройку самых любимых ваших записей именно для наших слушателей, которые бы раскрыли в полной мере ваше творчество? Ну, я думаю, что можно начать с моей самой известной записи, которая есть в Ютубе, это концерт Баха Реми Норф, собственно говоря, это тот же самый концерт, с которого я начала свою концертную деятельность в Ринге, сыграв его там 8 лет, именно этот концерт я сыграла, я его играю с 8 лет, но вот та запись, которая в Ютубе, которая из концертного зала Мариинского театра и записана с оркестром Мариинского театра и дирижером Антоном Зателем, это был такой достаточно это был концерт вообще посвященный геноциду армян, ежегодную дату, когда мы вспоминаем историческое исторический факт и не было какой-то задачи оставить этот концерт прямо в Ютубе, это был достаточно один из многих концертов, которые шли, и вот почему-то он пришелся ютубовским слушателем по двору, но я думаю, что за счет еще хорошей съемки и прекрасного оркестра, поэтому у него сейчас больше трех миллионов просмотров и почти каждый день я получаю сообщения благодарности именно этот концерт Баха, вот, есть концерт Шнитке, который тоже я очень люблю, есть концерт Георга Пелецеса, это, кстати, латвийский композитор Георг Пелецес, у нас недавно был эфир также на нашей передаче, и я очень люблю этого композитора и очень многое играю его музыки и хотела бы играть ее еще больше, и вот недавно выложила на свой ютуб-канал его концерт и на Бьянхо, который мы играли в Новосибирске несколько лет назад, и я считаю, что он потрясающий композитор, необыкновенные совершенно дарования и человеческих качеств, и я всегда очень жду его музыки, и уж новый-то год, я всегда встречаю всего музыки, поэтому если вы хотите создать себе новогоднее настроение, то послушайте в ютубе на моем канале Алексея и Бьянка, и еще есть выложенная его новогодняя музыка, тоже из концертного зала Мариинского театра, с которой я всегда встречаю Новый год, играю на всех новогодних концертов, и люди загадывают желания, вот, так что послушайте новогоднюю музыку Георга Пелецеса, выгадаете желание и будете вам счастливы. Замечательно, вы предупредили мой вопрос, я как раз хотела задать вопрос, как нашим слушателям поднять новогоднее настроение, потому что в отличие от России у нас полный локдаун, закрыто все, нет никаких концертов, но более того, даже вели еще и комендантский час, который омрачил очень настроение, ну, конечно, всем рижанам, но, кстати, Полина Осетинская, помимо того, что ведет такую бурную концертную деятельность, в которой большая семья, Полина также ведет и очень значимую общественную деятельность. В 2016 году она создала и возглавила Центр по поддержке профессионального здоровья музыкантов Полины Осетинской, который помогает музыкантам и артистам справляться с профессиональными проблемами. Это как раз то, что сама Полина проходила, я так понимаю, в подростковом и затем в своей работе с психологами, и можно почитать как раз о многом в книге «Прощай грусть». Полина, расскажите об этом фонде и задачи, и много ли к вам обращаются людей? Значит, давайте расставим точки на «д» это не фонд, это Центр поддержки профессионального здоровья музыкантов. Просто я еще являюсь подсчителем фонда благотворительного, который называется «Кислород» и который занимается помощью людям с генетическим неизлечимым заболеванием легких, который называется луковисцидоз. Поэтому фонд – это фонд, а Центр – это Центр. И вот что касается нашего Центра помощи профессиональной поддержки здоровья музыкантов, он не имеет стационарного какого-то воплощения, у нас нет офиса, у нас нет шагинетов. Мы собираем несколько раз в годы школы, осенние, весенние, зимние такие интенсивы. Сейчас во время карантина они как раз проходили онлайн, мы провели летнюю школу и осеннюю школу, и у нас был довольно большой приятный фидбэк, потому что людям не нужно в обычной жизни найти возможности и ресурсы для того, чтобы себе помогать. Наш Центр занимается тем, что слегка помогает справляться какими-то психологическими сложностями и недостатками профессионально выстроенной грамотной работы по движению, которые приводят потом к каким-то серьезным значимым проблемам с руками или с психофизикой. Но, тем не менее, мы не медицинский центр, и мы оказываем строго консультационные услуги, рассказывая о своем учебнике. У нас очень хорошие специалисты, единственные практически в стране работают. И я им очень признательна, потому что, если бы не они, то многим людям не было бы у кого вообще спросить, куда бежать. Хотя это не отменяет того, что у многих музыкантов и артистов есть и медицинские аспекты, но этим мы не занимаемся. То есть именно психологическими. Расскажите еще тогда о вашем фонде кислород. И как раз когда у вас недавно был день рождения, вы попросили своих слушателей, своих поклонников, чтобы они делали в качестве подарка и переводы именно в этот фонд для помощи детей. Давно ли этот фонд существует? Этот фонд существует давно. Его придумала когда-то одна из главных женщин грустной благотворительности Галя Чаликова, благодаря которой появился фонд «Подари жизнь» и очень много других фондов. Галина Чаликова была родоначальником благотворительности в нашей стране. И директор нашего фонда Майя Сонина работала, была знакома с Галиной, и она работала как волонтер в РДКБ с детьми с онкологическими заболеваниями, в том числе когда она узнала о статистике муковисцидоза и продолжила желание Галя Чаликова продлить эту историю в каком-то более серьезном виде и задачи. Так что фонд существует уже больше 10 лет, 12, если быть точным. И он совсем не маленький по сравнению с предыдущими фондами у нас немного сотрудников и не очень много мощностей, но замечательно, что он есть и помогает тем, кому нужна помощь. В России довольно много больных с дозой. Я думаю, что в Латвии наверное есть дети взрослые с этим заболеванием, но в Европе благодаря современным протоколам лечения, если ты вовремя получаешь терапию, то ты живешь с хорошим качеством жизни, забудешь семьи, рожаешь детей и можешь прожить до 40-50 или даже до 60 лет с муковистой дозой. При наличии начатой правильно и грамотно и постоянно лекарственной терапии. В России с этим не очень хорошо, потому что они всегда их диагностируют сразу и сразу понимают, что делать. и конечно большие сложности с финансированием лекарств, но вообще поддержки добавлены на государственном уровне. замечательную деятельность вы ведете и конечно огромная благодарность не только в качестве того, что выступаете как пианистка, но также то, что ведете такую деятельность именно и с центром, и с фондом. Полина, что бы вы пожелали нашим слушателям в качестве поздравления с Новым Годом? Что бы я пожелала? Я бы пожелала нам всем, чтобы 2021 год больше не забрал никого из наших близких, друзей, чтобы все ограничения, связанные с локдауном, конечно, как можно быстрее прекратились во всем мире, потому что люди, конечно, очень устали и очень сильно боятся того, что та реальность, в которой мы живем сейчас, может остаться с нами надолго, чего никто из нас бы не хотел. Поэтому я бы пожелала всем все-таки какого-то укрепления духа. Ну и, конечно, не забывайте, что движение это жизнь, поэтому пусть нас вирус не догонит, мы будем бегать, прыгать, гулять, плавать. Беречь себя. Благодарю вас. У нас в гостях была известная российская пианистка Полина Осетинская. Полина, благодарю вас за интересную беседу, поздравляю вас также с наступающим Новым годом, пусть он будет радостным, пусть, наконец-то, карантин закончится, найдут лечение с коронавирусом, и мы все сможем продолжить нормальную жизнь.